Ну просто вдумайтесь, как вот эти вот стикеры могут сейчас стоить всего 60-70 рублей на торговой площадке. Это просто, ребята, невероятный апгрейд, и его причем никаким образом не нёрфят. Всех приветствую, друзья, моя Матвистер, и сегодня вышло очередное обновление в CS2. И некоторые стикеры очень сильно и колоссально изменили. Так что мы с вами сегодня посмотрим, что стало выглядеть лучше, а что стало выглядеть хуже. И решим, во что же надо вкладываться. Первое, чем хочется сказать, что Valve до сих пор не понёрфили местонахождение стикеров. И они гуляют по скину как хотят. Тем самым некоторые стикеры могут быть слишком большие, некоторые слишком маленькие, а некоторые вообще съехать со своего места. Если вдруг кто не в курсе, данный глок был скрафчен за более чем 10 тысяч долларов. Человек наклеил дорогущую наклейку Virtus.pro Holoka 314 года прямо на голову этой ласки. И в CSGO это выглядело круто, но в CS2 стикер просто убежал вперед, из-за чего весь крафт потерял свой смысл. В общем, очень грустная история, и я надеюсь, Valve всё-таки понёрфит местонахождение стикеров. Потому что, как можете заметить, на некоторых скинах это выглядит, ну, прям очень плохо. Ну а перед тем, как приступить к осмотру стикеров, которые были изменены в последнем обновлении CS2, хочу вам сообщить, что у меня есть телеграм-канал, где я максимально быстро сообщаю о всех инвестициях в CSGO. О том, что нужно вкладываться, что нужно срочно сливать. Также здесь большое количество полезных новостей о CS2, а главное максимально быстро. И нет никаких рекламных постов. Я вкладываю душу в свой телеграм-канал, так что залетайте, ребят, подписывайтесь. Ссылочка есть в описании и в закрепленном комментарии. Первый стикер, который я считаю был колоссально изменён, это энтропики металлические. Те самые энтропики, которые за последнее время показывают колоссальный рост. Так теперь их ещё изменили в лучшую сторону. Им добавили больше глубины и сделали их более светящимися. В особенности это заметно, ребята, на глаке Эмеральди. Просто посмотрите, насколько круто это теперь выглядит. Следующие стикеры, которые подверглись небольшим изменениям, это Моуза металлические. Им также добавили больше контраста и больше отлива. Если раньше они были бордовые, то теперь они ярко-красные, что очевидно колоссальный плюс. Скорее всего данный апп произошёл в связи с тем, что все скины красного цвета очень сильно подняли в яркости. И как можно заметить, внешний вид у них стал гораздо лучше. Следующие наклейки, которые я считаю сильнее всего изменили, это Тайлу металлические. За последнее время они очень сильно растут в цене и на то есть причина. Всё дело в том, что в новом CS2 они выглядят просто невероятно. Но взгляните на этот стикер, это же просто жесть. Такое количество деталей и глубины, это вообще какое-то безумие. Так ещё и сверху приятный металлический отблеск. И ещё раз интересно, в CS2 как будто детализировали все металлические стикеры. Например, наклейка «Большая волна металлическая», которая была в операции «Riptide», стала невероятно детализирована. Но просто взгляните, как будто настоящая волна. В общем, я как любитель металлических стикеров ставлю класс. А вы, ребята, напишите в комментариях, какие металлические стикеры вам понравились больше всего. Но не все стикеры металлического типа были апнутые. Золотые стикеры были очень сильно понёрфлены. Например, парижские стикеры вообще стали какими-то бумажными. И почти не отливают никаким цветом. Но посмотрите, что это? Это точно золото? Что очень прискорбно, потому что только парижские стикеры были понёрфлены. В то время, если мы посмотрим на стокгольмские, они выглядят гораздо лучше. Чёрная обводка даёт им такой прям хороший контраст. И отблеск у них, как можете заметить, гораздо круче выглядит, чем у тех же музов Парижа. Но факт остаётся фактом. Разница здесь колоссальная. Теперь давайте перейдём к разным голографическим стикерам. Cloud9 Holo подняли очень сильно яркость, из-за чего они выглядят просто невероятно. Но взгляните на этот лазурно-голубой прекрасный цвет. Я подозреваю, что в ближайшее время нас ждёт колоссальный апп данных стикеров. Потому что, скажу честно, выглядят они лучше, чем катавицы 2014 года. Если бы цена Cloud9 Holo и Titan Holo Holo была одинаковая, я бы выбрал клоудов. Настолько много приятных цветов и офигительная голография. Гридеры также очень сильно подняли по цвету, но в данной ситуации добавили больше контраста. Но прям колоссального изменения здесь нету. Моуза Стокгольма вообще не поменялись. А вот парижские стали как будто выглядеть хуже. Эта белая обводка прям стала очень-очень заметна. И выглядит как будто, не знаю, криво вырезанная картинка. В то время как Стокгольм идеально ложится, например, на калаш сланец. Тут делайте выводы сами, но Стокгольм явно лидирующий по голографии. Даже тут это прекрасно видно. Ну а теперь встает главный вопрос. Поменяли ли голографию РМР стикером 2020? И я вам скажу нет. Они все так же прекрасно выглядят и имеют очень крутую насыщенную голографию. Но просто вдумайтесь, как вот эти вот стикеры могут сейчас стоить всего 60-70 рублей на торговой площадке. Это просто, ребята, невероятный апгрейд. И его причем никаким образом не нерфят. Мало как будто специально хотят забустить РМР. Потому что выглядят они, конечно, шикарно. Также колоссальным изменениям подверглись некоторые росписи Париж-2023. Если вдруг кто не знает, в CSGO данные росписи Endsoft были полностью прозрачные. Но в CS2 задний фон всем этим росписям залили просто одной краской. Что выглядит странновато, но явно лучше, чем было до этого. Поэтому если вдруг это не понерфит, думаю, некоторые росписи точно подрастут цене. Потому что полноценный желтый кружок выглядит лучше, чем просто прозрачный фон. Подобная ситуация также случилась с командой Greyhound. Как можете заметить, им полностью залили задний фон. Что стало выглядеть гораздо, гораздо лучше. Ну и напоследок давайте заглядим на Катовицу 2015 года. Ее особо не изменили, но выглядят, конечно, стикеры просто бомбически. И на Кёльн, который я советовал пару роликов назад. Дэд Тим также выглядит шикарно и имеет офигительную голографию. Что ж, ребята, ну а на этом все. Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, где я максимально быстро сообщаю о всех новостях CSGO. Например, если вы были подписаны, вы бы знали, что недавно один стикер с 40 рублей был забучен до 150. Если у кого-то вдруг он есть, вы спокойно бы его слили и получили XH4 профита. Так что, ребята, захотите подписывайтесь, ссылочка есть в описании. Ну а на этом, ребята, я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня.